Масштабно День города отметили жители Измаила и жители Рени. А ярмарка в Сатьянах собрала представителей сразу трех районов – Измаильского, Ренийского и Болградского. Как проходили самые яркие события при Дунавье в этом месяце, смотрите далее в программе. Тысячи измаильчан пришли вечером на концерт в День города. И даже прохладная погода не смогла испортить теплую атмосферу праздника. В этом году на День Измаила были приглашены участник голоса страны Арсен Мирзаян и вокальный ансамбль Duke Time. Некоторые песни настолько понравились измаильчанам, что они не только слопали и подпевали, но и зажигали фонарики смартфонов. Мы знаем, что наш город будет лучше. Мы знаем, что наши дети будут гордиться нашим городом. И мы все для этого сделаем. С праздником вас, дорогие друзья! Я уверен, что наш город заслуживает только самого лучшего, потому что наш город – самый лучший город на Земле. И это наша с вами заслуга. Мы его сделали таким. В Рени также отметили День города в сентябре. В этом году в праздничной программе было много необычного. Впервые здесь прошел парад колясок, в котором приняли участие 14 семей. Жюри было непросто определить лучший экипаж. Победила семья, которая превратила коляску своего сына в большой корабль под голубыми парусами. Это символ надежды на возрождение порта Рени. Впервые в рамках празднования Дня города представили свои выступления не только городские школы, но и села района. Всего 12 команд, а победили ребята из села Лиманское. Праздник прошел под патронатом городского головы Игоря Плехова и народного депутата Александра Урбанского. Я думаю, что вы все прекрасно видите те изменения, которые происходят в городе. Это результат работы не одного дня, результат работы не одного человека. Это результат работы одной команды. И только вот таким вот командным образом можно добиться таких результатов. Мы на этом не будем останавливаться. По просьбе парламентария из Киева в Рени приехал академический ансамбль пограничной службы. Они выступили на Площади Свободы с большой концертной программой. Представители разных уголков Измаильского, Ренийского и Болградского районов ярко отметили еще один праздник. Ярмарка щедрости и таланта собрала тысячи людей в Софьянах. Красочно оформленные национальные подворья расположились по периметру стадиона. В прошлый год это было в первый раз. Это люди только что-то вот хотели преподнести, что-то хотели понять, что-то хотели увидеть. А в этом году они решили себя полностью раскрыть. Я думаю, что с каждым годом у нас все будет и лучше, и лучше получаться. Во время ярмарки состоялась презентация каждого из подворий, где хозяева представляли культуру и обычаи своего села, а еще демонстрировали свои успехи в сельском хозяйстве. Сами жители сел отметили, Измаильский район очень преобразился за прошедшие несколько лет. По мнению народного депутата Александра Урбанского, это стало возможно благодаря совместной работе властей и жителей. Кроме того, значительные средства выделялись на многие социально важные проекты государством. Нам получилось здесь создать вокруг себя, объединить множество людей, это и местных органов власти, и местных представителей бизнеса, для того, чтобы мы все вместе, совместно работали на благо нашего района. И, конечно же, наши труды, они не остаются незамеченными. Это, конечно же, и дороги Измаильского района, и утепленные школы, отремонтированные детские сады. Кульминацией праздника стало выступление одесских гостей, коллективов «Джембенд» и «Деньги вперед», которые не оставили равнодушными никого из присутствующих.